Музыка Целей несколько. Во-первых, мне захотелось познакомиться с теми людьми, которые определяют политику Европы в Азербайджане. Поэтому я приехал не только в Берлин, но и в Брюссель. Во-вторых, очень важно было, чтобы они со мной познакомились. Потому что многие меня знают как сценариста, писателя, но никто со мной не имел дела вот в этом новом качестве. И был большой интерес. То есть я приехал, это не только мое желание, но это и приглашение, чтобы и со мной познакомиться. А как бы такой корыстной целью, которую я ставил перед собой, это активизировать участие европейских демократических институтов и влиятельных людей и организаций, более активно участвовать в выборах в Азербайджане. Дело в том, что появились очень тревожные сигналы о том, что европейский парламент колеблется присылать своих наблюдателей или нет. И очень важно, чтобы наконец-то впервые за 20 лет все-таки эти выборы прошли более или менее честно, а без иностранных наблюдателей это сделать невозможно. Поэтому как бы на всех встречах я ставлю этот вопрос об организации более активного участия в президентских выборах этого года, а самое главное приезд наблюдателей. И очень важно, чтобы предвыборная ситуация была бы более демократична, чтобы кандидаты в президенты имели возможность встречаться с людьми, ездить в районы, проводить какие-то митинги. Мы сейчас всего этого лишены, к сожалению. Это справедливая критика, но чуть-чуть не по адресу, потому что Эмили Шура объявил уже об этом, и я подписал обязательство провести в течение двух лет главным образом конституционные изменения. То есть нам надо сперва решить программу минимум, тактическую программу, которая бы заложила бы возможности для дальнейших преобразованиях, о которых говорили вы. За два года нам надо успеть провести честные парламентские выборы, надо провести референдум, надо создать референдум для внесения необходимых изменений в конституцию, с тем, чтобы ограничить полномочия президента и дать больше полномочий парламенту, новому правительству, которое будет сформировано парламентом. И затем суметь провести честные новые президентские выборы. Конечно, на фоне этого будет закладываться основа всего того, о чем вы меня спросили, это параллельная работа. Но результаты этого будут сказываться чуть позднее. И самое главное, все дело в том, что существует, уже сформировался довольно большой отряд молодых, талантливых специалистов во всех этих сферах, которые, к сожалению, не участвуют в нынешних процессах в Азербайджане. Многие заняты своими делами, многие боятся, многие насторожны. И наша задача за эти два года привлечь их, расчистить им возможность для их поля деятельности. Мы ждем этих программ от них, потому что мы уже устали от программ, которые пишут люди, которым больше 50 и 60 лет. Программы на будущее должны делать молодые. К сожалению, до сих пор, при том, что эта критика исходит чаще всего от молодых, до сих пор не было никаких реальных предложений. Есть критика, справедливая критика, но еще не появился ни один коллектив талантливый, ни один специалист, который бы пришел и сказал бы, вот мои идеи, вот мы разработали, вот что нужно делать. И мы, я еще раз, мы объясняем это тем, что они не востребованы, они не нужны стране. Поэтому, как бы, наша задача создать такие условия, расчистить им дорогу, чтобы эти люди могли предложить свои таланты, свое умение, свое знание в самое ближайшее время в Азербайджане. Мы связываем с ними все надежды на будущее. Но должен вам сказать, что эта проблема очень сложная. Настолько запущены сферы и образование, ведь надо выучить новые поколения врачей. За редким, ведь когда-то в Азербайджане была очень сильная медицинская школа, еще 50-60-е годы. Все это развалено. Сейчас, чтобы вылечить от пустяковой болезни, люди бегут за границу. За редким исключением сохранились, конечно, специалисты, яркие профессионалы. Но в целом система здравоохранения разрушена. То же самое с образованием. Нужны новые педагоги. И начиная от школы, кончая высшими учебными заведениями. Надо перестроить полностью всю систему образования. Я думаю, что мы должны перейти на вот этот западный способ подготовки, создания университетов, в которых будут работать люди с мировым именем, будут приезжать и вести занятия. И учиться будут люди приезжать отовсюду. Тогда и азербайджанские студенты будут попадать в среду конкурентную и иметь дело с самыми передовыми научными идеями и представлениями. Потому что вот так вот по старинке, как у нас это было, это уже продолжать невозможно. Но повторяю, наша задача привлечь тех, те резервы, которые уже образовались, я имею ввиду наших молодых талантливых специалистов, чтобы они заложили эти программы. Стабильность само по себе, слово еще ничего не означает, не означающее. Потому что можно быть стабильно в беде, можно быть стабильно в тяжелом гнетущем состоянии. Стабильность это, речь идет о том, что достаточно долгое время в неизменном состоянии. Поэтому я как раз против такой стабильности. Я за нормальность жизни. То есть надо попытаться в течение двух лет, с одной стороны, оградить, и поэтому я радуюсь за выборы от народа и страну от потрясений, от волнений, от бунтов. С другой стороны, конечно, мы находимся в условиях очень тяжелых, геополитических, и, наверное, будут находиться силы извне, которые попытаются, так сказать, нарушить нормальное течение жизни в стране. Но самое главное это, мне кажется, люди должны понять, что их больше вот так тотально не обворовывают. У них должна появиться надежда, что государство им поможет не просто подарить деньги, а даст им возможность работать. И если они будут работать, и работать честно и достаточно трудолюбиво, что результаты их работы у них не отнимет. Вот эта надежда на возможность спокойно жить, работать, получать образование и так далее, основы этого должны быть заложены в течение этих двух лет. Но это долговременная программа, потому что это процессы очень инерционные, их надо начинать, стабильно развивать, но надо трезво понимать, что система, допустим, в Европе примерно одинаковая. Она такая же и в Греции, и в Испании, и в Германии, и, предположим, в Англии. Но в разных странах эта система дает разный эффект, потому что это связано с традициями, с умением народа, с культурой и так далее. То есть вся надежда на то, что сам наш народ получит возможность проявить в себя свои лучшие качества. Потому что сегодня он лишен этой возможности, он лишен возможности у себя в стране честно, нормально работать и быть уверен, что его не обокрадут. Вот это мы должны гарантировать. Я думаю, что это как раз одна из первых задач, которая будет решена, это свобода предпринимательства. Все дело в том, что азербайджанцы очень предприимчивый народ, и они замечательно работают за границей. На родине практически у нас нет среднего класса, и бизнесменам не дают возможность работать. Один грабеж на таможне, когда практически 80-90% у них отбирают, когда жесточайшая налоговая система, якобы система, на самом деле просто налоговый грабеж, не дает им возможность работать. Вот эта двойная бухгалтерия должна быть сразу уничтожена. И люди должны спокойно работать и понимать, что они могут зарабатывать столько, сколько могут, и эти деньги будут приносить пользу не только им, но и стране, и тем, кто на них работает. По сути говоря, сегодняшняя власть осознанно не дает людям в этом смысле свободно работать, потому что они хотят, чтобы все деньги сосредотачивались в одних руках. Им не нужны свободные, богатые азербайджанцы. Поэтому, значит, вот эта осознанная, жестокая, жесткая политика, как бы мы все время говорим о том, что мы печемся о правах человека и так далее. А это тоже права человека. Это тоже права человека. Когда мы говорим о свободе бизнеса, это одно из самых важнейших условий процветания государства. Если в стране не будет свободы бизнеса, то азербайджанцы всегда будут в тяжелейшем положении, будут зависеть от нефти. Как справедливо говорят, что иногда крупная фирма типа Самсунг зарабатывает за год больше, чем весь азербайджанцы в его нефтедолларах. А в Азербайджане огромное количество талантливых бизнесменов. И я убежден, что как только им дадут возможность нормально работать, произойдет мощнейший экономический рывок. Решение карабахского вопроса, сложнейший вопрос, это некий очень сложный геополитический узел, и решать его будет мировое сообщество. Мы должны делать то, что зависит только от нас. Я абсолютно убежден в том, что территория Азербайджана должна оставаться целостной, неделимой. Мы должны сохранить нашу абсолютную независимость и территориальную целостность. Это наша задача. Каким способом мы это будем делать? Всеми существующими в этом мире способами мы должны этого добиваться. Начинать надо, конечно же, с попыток договориться. К сожалению, эти вопросы тоже приватизированы узким кругом людей. Не существует так называемая гражданская дипломатия, которая дала бы возможность присоединить, приобщить к решению этих вопросов и с той и с другой стороны достаточно широкий круг людей. До сих пор нет у нас, это даже смешно, но такого рода проблемы решаются на основе создания моделей конфликтологических. То есть у нас ученые не принимают участие в решении этого вопроса, который требует сосредоточения усилий людей всех профессий. Поэтому я абсолютно убежден, что нормализация внутренней ситуации в Азербайджане будет способствовать решению этого вопроса. К армянам я отношусь не лучше, чем к грузинам, не лучше, чем к русским. Я вообще считаю, что отношение к какому-то народу вот такое, так сказать, цельно-огульное, оно неграмотное, неправильное, невежественное. Значит, когда я говорю о том, что армяне народ не глупый, это говорю не я, это говорит весь мир. И поэтому легче всего говорить о том, что это наши враги, они ничтожны, они глупы, и их надо уничтожать. Что же касается наших граждан Азербайджана, Карабах – это наша земля. И армяне, и азербайджанцы, живущие, азербайджанцы, я надеюсь, в ближайшее время вернутся туда, живущие на этой земле – это наши граждане. А раз они наши граждане, то они должны понимать, что им интереснее, лучше, выгоднее жить в Карабахе, принадлежащем Азербайджану, нежели в Карабахе, которая захватила Армения. Вот если мы это докажем, то это очень будет способствовать решению вопроса. Я считаю, что и международные силы, в общем-то, как бы больше на стороне армян, именно из-за того, что диктатурам мало сочувствуют. Вы понимаете, если бы Азербайджан был бы свободной, демократической страной, мы смогли бы привлечь гораздо большие международные силы для решения этого вопроса в нашу пользу. Нам очень важно завоевать мировое общественное мнение. Это нам не удается сделать именно из-за того, что у Азербайджана очень неприглядный имидж во всем мире, как в стране, авторитарный, коррумпированный и так далее. Вот как бы начинать надо вот с этого. Но более всего меня волнует судьба наших карабахских воинов, которые на протяжении всех этих лет отдавали свои жизни, свое здоровье, воевали. Они в тяжелейших условиях. Страна ничего не делает для людей, которые как бы принесли себя в жертву из патриотических соображений, из любви к своей стране, из-за нежелания отдавать землю завоевателю, противнику. Вы посмотрите, в каком состоянии, как они все находятся. Они лишены элементарных средств существования. И с ними никто не считается. Они должны быть людьми, которыми гордится весь народ. Мы их не видим ни на телевидении, мы их не видим ни на каких-то торжествах, праздниках. Это же сливки народа. Это главные люди страны. А мы как бы их не воздаем им должное. Я уже не говорю о тех, кто сейчас служит в армии. В чудовищных условиях получают гроши. Я понимаю, что это действительно службы. Но все равно то, что мы узнаем, как их кормят, в каких условиях они живут, сколько им дают денег на карманные расходы, это что-то чудовищное. Поэтому служить в армии в такой стране, как я знаю, должно быть престижно. Это должно быть предметом, что ли, гордости. А для этого должно быть совершенно иное отношение и к армии, и к тем, кто уже воевал и теперь незаслуженно обойден вниманием, и тем, кто сегодня воюет. Люди должны понимать, что защищать свою землю, свою страну – это престижно, и страна тебя помнит и будет всегда тебе благодарна. Это у нас в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok